Это четвертое видео с фишками iPhone на моем канале, и здесь я рассказываю про функции iOS, которые помогут сделать вашу жизнь и взаимодействие со смартфоном немножечко проще. В предыдущих трех видео мы рассмотрели 36 по-настоящему интересных функций iPhone, и если вы их еще не смотрели, то можете посмотреть это видео и вернуться к предыдущим, они не взаимосвязаны. И эта четвертая часть, скорее всего, будет завершающей в данном цикле видео, потому что по-настоящему интересные фишки закончились, все, их больше нет, а рассказывать какие-то очевидные вещи я не хочу. Если через год, два, три, когда выйдет iOS 15, 16, 17, появится что-то по-настоящему интересное и неочевидное в плане функций, то, конечно же, я выпущу еще одно видео. Ну а на этот раз фишки закончились, поэтому остановимся на четвертой части, и сейчас я расскажу про еще 12 интересных фишек iOS, которые вы, возможно, не знали. Давайте начинать. Итак, первая фишка в этом видео — это дополнительные функции Spotlight, то есть то место, когда мы делаем свайп сверху вниз на рабочем экране, у нас появляется какой-то поиск, где мы, например, можем искать приложение, но, помимо этого, здесь можно также делать и другие вещи. Первое — Spotlight имеет функции калькулятора, причем в некоторых моментах он даже удобнее, чем приложение калькулятор. Например, давайте посчитаем сложное выражение, откроем скобочки, 123 поделим на 45, закрываем скобочки, умножим на 67, и потом это мы еще умножим на 20%, получается 36,62 и так далее. И потом, если что, я могу еще отредактировать какое-нибудь число, например, не 45, а пусть будет 47, так же все легко считается, в общем, в каком-то смысле даже удобнее, чем родной калькулятор. Следующее, помимо калькулятора Spotlight — это еще и конвертер валют. Например, давайте узнаем, сколько будет 123 доллара на текущий момент времени, это 8698 рублей, помимо доллара это также работает и с другими валютами, например, давайте поставим фунт стерлингов, это 10979 рублей на момент записи этого видео, но бывает так, что нет знака какой-то определенной валюты, то что нужно делать, нужно просто вбить цифру и дальше ручками вписать, например, юаня, 123 юаня — это 1243 рубля. И третья функция Spotlight, помимо калькулятора и конвертера валют, это еще и конвертер величин, давайте выбьем 123, например, ярда. 123 ярда — это 112,47 метра, либо давайте в объем мили — 197,95 километра, очень удобно, если нужно что-то быстро посчитать. Следующая возможность — это скрыть название папки. Вот я создал папку, которая называется по стандарту утилиты, но если я сейчас зажму на ней палец, попытаюсь удалить название и даже поставить пробел, чтобы ничего не было, нажимаем «Готово», тем не менее утилиты остаются и нужно, чтобы обязательно что-то было в названии. И для того, чтобы название папки стало пустым, нужно туда вставить специальный невидимый символ, я его если что оставлю в описании под видео, так вот давайте мы его сейчас скопируем, возвращаемся на рабочий стол, удерживаю палец на названии, удаляю, теперь вставляю, нажимаю «Готово», ухожу и все, название пропадает, таким образом, если вы минималисты, хотите избавиться от всех названий папок, то таким образом можно это сделать. Следующая фишка — это автоматизация рутинных задач, например, вы делаете действие A и после него всегда делаете действие B, например, подключаете наушники по Bluetooth и после этого заходите в приложение «Музыка», вы делаете это каждый раз. И чтобы включить данную автоматизацию, нужно зайти в приложение «Команды», если вы его удалили, то скачайте заново из App Store, заходим в него и вот посередине здесь есть такая вкладочка «Автоматизация». Заходим в первый раздел, это «Автоматизация для себя» и здесь есть множество триггеров, то есть то действие, после которого будут выполняться определенные другое действие. В iOS 14 по сравнению с iOS 13 данные триггеры расширились, например, появилось такое, как уход ко сну, подключение к CarPlay, получаешь email или сообщение, начинаешь тренировку с Apple Watch, Tech NFC, режим «Не беспокоить», а также режим энергосбережения, уровень батареи или когда ты ставишь телефон на зарядку. Соответственно, у каждого могут быть свои сценарии, как бы вы хотели автоматизировать работу айфона. Давайте выполним следующую автоматизацию, в моем случае, например, когда я открываю приложение, пусть это будет «Булли». Я бы хотел, чтобы телефон автоматически переходил в режим энергосбережения, потому что игра тяжелая, жрет очень много зарядки, а бывает, что ты забываешь включить этот самый режим энергосбережения. Так вот, нажимаем «Далее», теперь нужно найти то самое действие «Режим энергосбережения», вбиваем его в поиске, вот оно есть, теперь мне нужно убрать галочку «Спрашивать до запуска», то есть, чтобы это выполнялось автоматически, меня не нужно об этом спрашивать. Я нажимаю «Готово» и все, теперь, когда я открываю игру «Булли», режим энергосбережения будет включаться автоматически. И, как я сказал, у каждого могут быть свои сценарии, поэтому зайдите в данный раздел «Автоматизация» и подумайте, что можно было бы упростить. Следующая фишка — это возможность быстро поделиться паролем от Wi-Fi с другими устройствами от Apple. Я думаю, у каждого такое было, что в гости приходят родственники, друзья, знакомые и такие «слушай, дай пожалуйста пароль от Wi-Fi, нужно выйти по-быстрому в интернет». И что мы обычно делаем? Берем устройство «Гости» и начинаем сами вбивать пароль от Wi-Fi, а если он слишком сложный, большой, либо вы его не знаете, то нужно заходить куда-то его искать, либо идти к роутеру, смотреть на задней стороне, это неудобно. Так вот, чтобы быстро поделиться паролем от Wi-Fi, заходите на устройство друга в настройке Wi-Fi, подключайтесь к вашей Wi-Fi сети, после этого поднесите ваш iPhone или iPad к устройству друга и у вас высветится предложение поделиться Wi-Fi, один тап и все, устройство друга автоматически подключается к вашей Wi-Fi сети. Следующая фишка — это чтение статей на сайте, когда вы не можете смотреть в экран, либо вы едете за машиной и хотели в виде подкаста слушать какую-то статью из интернета. Например, я захожу на сайт, вижу, что это лонг рит, а мне нужно ехать за машиной, но тем не менее хотелось бы почитать эту статью в формате звука. Что я делаю? Я беру два пальца, смахиваю их под челку и у меня появляется соответствующий проигрыватель. Джокер — удивительное кино, не только изменившее наше представление о супергеройских картинах, но и ставшее настоящим фильмом нового десятилетия, который обещает разорвать привычный шаблон. Чтобы активировать данную функцию, нужно перейти, конечно же, в «Настройки». Дальше идем в «Универсальный». Айфон будет автоматически засчитывать содержание этого самого сайта, очень удобно, если вы не можете визуально как-то читать статью. Следующая фишка прямиком из iOS 14 — у вас установлено огромное количество приложений на iPhone, которые занимают большое количество рабочих листов. В данном случае будет по одному приложению, но предположим, что все эти листы полностью заполнены приложениями. Так вот, в iOS 14 появилась библиотека приложений, куда можно перенести приложения, которые нам не очень-то и нужны на рабочих столах, но иногда к ним нужно иметь доступ. И чтобы перенести туда приложение, нужно зажимать на нем палец, дальше делаем «Удалить приложение» и «Удалить с экрана домой», и оно попадет в библиотеку приложений. И представьте, когда у вас таких лишних приложений 100 штук, нужно с каждым вот так вот возюкаться, это займет очень большое количество времени. Что нужно сделать на iOS 14? Для этого берем палец, зажимаем в любом пустом месте, чтобы у нас появилась такая вот штучка, когда мы редактируем рабочие столы. После этого нажимаем на иконочку, где располагаются точки с рабочими столами, вот в это место, и вставляется миниатюра рабочих столов. После этого я отжимаю галочки рабочих столов, которые я хотел бы скрыть, и тем самым я могу скрыть сразу большое количество приложений за один раз. Нажимаю «Готово», и все эти приложения попадают в библиотеку приложений. Как видите, все, у меня больше нет рабочих столов. Тем самым можно будет сэкономить большое количество времени, когда вы обновитесь до iOS 14, либо она у вас уже есть. Следующая фишка – это уровень на iPhone, когда нужно измерить, под каким градусом у нас располагается тот или иной объект в реальном и жизни. Так вот, если мы зайдем в приложение «Рулетка», я думаю, каждый знает, что здесь можно с помощью AR как-то мерить объекты, как линейка. Вот, мы мерим, что у нас MacBook выходит примерно 18-20 см, но справа снизу также есть еще и уровень, и очень многие люди про это забывают, что он здесь есть, при этом это очень полезная штука. Здесь есть три состояния. Соответственно, когда мы держим телефон вертикально, у нас появляется вот такой вот уровень. Также мы можем перевернуть iPhone, и уровень уже станет горизонтальным. Но если мы положим iPhone в таком положении, то у нас включится вот такой вот уровень, где мы также можем отрегулировать. Все. Теперь мы держим iPhone ровно. Например, вы вешаете картину, как у меня недавно было, и видите, что она висит как-то криво, достаете iPhone, уровень, и все, можно будет отрегулировать, что вот, теперь картина у нас висит ровно. На самом деле, очень полезная штука в жизни. Следующая фишка – это быстрое выделение слова, предложения, либо абзаца. Я думаю, каждый знает, что если два раза тапнуть по слову, то оно выделится. Но знали ли вы, если тапнуть три или четыре раза, то выделится предложение, либо абзац? В данном случае у меня установлено бета iOS 14. Я знаю, что в последних версиях iOS 13 эта ошибка тоже есть. Тем не менее, ее должны скоро пофиксить. Так вот, если вы тапаете два раза, то выделяется слово. Если будете тапать три раза, то должно выделиться предложение, в данном случае выделяется целый абзац. И если я тапну четыре раза, то полный абзац, соответственно, не нужно будет вот так вот возюкаться с этими курсорами. Три-четыре раза выделяйте предложение, либо абзац. Следующая фишка – это быстрое сканирование QR-кодов. Они сейчас набирают все большую и большую популярность. Так вот, в родном приложении камеры по умолчанию включено автоматическое распознание QR-кодов. Давайте мы сюда зайдем, наведем камеру. Вот, у нас высветилось, что распознался QR-код. Нажимаем, открываем ссылочку, попадаем на мой YouTube-канал. Но есть еще и второй способ, как можно сканировать QR-коды, и, как мне кажется, он немножко лучше. Например, вы не хотите, чтобы у вас было автоматическое распознавание QR-кодов, когда вы используете камеру. Так вот, заходите в настройки, ищите приложение камеры и подключаете данную настройку. После этого идете опять же в настройки, переходите в пункт управления и находите такую штучку, как сканер QR-кода. После этого переходите на рабочий стол в любое место, делаете свайп. В правом верхнем углу сверху вниз, чтобы вызвать пункт управления, и нажимаете на соответствующую иконочку с QR-кодом. Я также навожу камеру, он понимает, что это QR-код, и он открывает не Safari, а сразу приложение в YouTube, в данном случае. И, как мне кажется, данный способ немножко лучше, нежели чем по стандарту в камере. Поэтому, если вы об этом не знали, то, пожалуйста, пользуйтесь. Следующая фишка, к сожалению, пригодится не для всех, а только для тех людей, у которых есть компьютер и Mac. Она называется continuity. Данная функция была представлена достаточно давно, и многие про нее могли забыть. Чтобы это полноценно работало, переходим в настройки, Дальше идем в основные, находим AirPlay и HandOff и подтверждаем, что HandOff у нас включен. Также заходим в Mac в настройки основные и находим там HandOff. Также делаем так, чтобы он был включен. После этого, если вы скопируете текст на iPhone, то вы также можете его вставить на Mac. Либо наоборот, вы копируете текст на Mac и вставляете его на iPhone. И то же самое работает не только с текстом, но и с мультимедией. Например, копируете картинку и вставляете ее на Mac. Либо наоборот. Это очень крутая вещь. Следующая фишка, пригодится людям, которые часто звонят в компании и используют добавочные номера, чтобы дозвонить до какого-то конкретного сотрудника. Как это обычно происходит? Мы звоним 1, 2, 3, 4, 5, 6 в компанию, дальше берем трубку, там говорят, введите добавочный номер и выводите еще раз 1, 2, 3. Но можно это все сделать сразу. Для этого, опять же, просто вводите компанию 1, 2, 3, 4, 5, 6. После этого зажимаете палец на звездочки, чтобы появилась запята, и потом вводите добавочный номер 1, 2, 3, и вы сразу позвоните на этот добавочный номер, и немножко будете экономить себе время. Такая-то прикольная фишка. И последняя фишка в этом видео — это изменение языка не в целой системе, а в конкретном приложении. Например, вы учите какой-то язык, но не хотите полностью менять язык системы, либо вам нужно использовать приложение на каком-то определенном языке. Например, заходим в «Заметки», приходим в «Индекс S&P500», и видим, что здесь нет никаких недавних статей, новостей, ничего нет, потому что мы используем русский язык. Для того, чтобы это исправить, переходим в «Настройки», можно быстро в поиске бить сразу название нашего приложения, например, «Акции». Переходим в «Настройки акций» и видим предпочитаемый язык, и выбираем английский. После этого возвращаемся в приложение «Акции». Теперь у нас приложение уже на английском языке. Опять же, заходим в «Индекс S&P500», появляются новости на английском языке, что очень полезно, если вы занимаетесь инвестированием, трейдингом и используете данное приложение. Ну и, соответственно, можно это использовать в других приложениях, если у вас есть какие-то определенные цели. В общем, фишка очень прикольная, неочевидная, но, опять же, может иногда пригодится. На этом все. Как я и сказал в начале этого ролика, это последнее видео из данного цикла, скорее всего. Если мы не насобираем еще 12 по-настоящему интересных фишек, ну, если это и будет, то произойдет, скорее всего, через пару лет. Ну, в общем, посмотрим. В любом случае, если я что-то пропустил, если вы посмотрели все четыре ролика и думаете, что, блин, ты мог бы рассказать еще вот про эту прикольную функцию, то пишите их, конечно же, в комментариях. Если мы насобираем еще 12 фишек, то, возможно, выйдет еще и пятая часть. В любом случае, спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Надеюсь, вам было все это полезно и интересно, старался для вас. Увидимся в следующих видео, всем удачи, всем пока!